Приветствую вас, друзья! С вами новостной Даджет, с которым мы обсуждаем новости игровой индустрии и не только. Российский сталкер всё ближе к релизу. Он же пионер. Игра изначально выглядела очень прискорбно, но за пару лет благодаря деньгам китайцев она преобразилась не только визуально, но и аудиально. К примеру, к игре привлекли 62 актёров дубляжа, или закадровые актёры, назвать как хотите, кому как удобнее. И вот результаты их работы нам и решили недавно показать, и он удивляет. До этого уже были отрывки со знаменитыми голосами, но поскольку это игровые новости, то будет проще сказать, в каких играх и кого они раньше озвучивали и кого играли. Это детектив Шелби из Heavy Rain, Ваас из Far Cry 3 и Храс из Атомного Сердца. А сейчас показали работы актёров, менее известных для игроков, но не менее талантливых. В общем, к озвучанию игры подошли очень качественно. Актёрский состав удивляет. Количество самих актёров 62 человека, повторюсь. Так и количество персонажей удивляет, которых 190. А игра вроде как ММО, поэтому такое количество персонажей вполне себе результат. Только вот неясно, входит ли в этот список вскрики противников, которые кричат, хотелось бы отметить, очень аутентично. В общем, игра с каждым показом подогревает к себе интерес. И самая приятная игра должна выйти уже в этом году. Поэтому ждём. В наше время привыкли делать ремейки, ремастерды и просто вытаскивать старые игры из серии и пытаться их воскресить. И вот тут кто на что гораст. Ремастерды, ремейки или же перезапуски. И вот как раз таки перезапуск ждёт серию игр Delta Force. Пояснить за игру крайне сложно, ведь игры этой серии выходили уже более 20 лет назад. Но если вкратце, это шутер. Тут лучше поговорить про то, что нас ждёт, а не про то, что было. Игру разрабатывает Timmy Studios Group. Если вам кажется, что вы не слышали это название, то возможно это так. Но в их игру играли многие. Мобильная версия Call of Duty разработана как раз таки ими. И сейчас они делают перезапуск серии Delta Force. И вот особенности этой игры. Игра будет фри-то-плей, в игре будет сюжетная кампания и мультиплеер на 32 человека. В трейлере игры всё очень сильно напоминает Battlefield и Call of Duty одновременно. Но сама серия игр была куда более хардкорной. Не армак, конечно же, но и не колда явно. А что сделают сейчас, пока непонятно. Ожидается, что игру покажут 22 августа. Поэтому трейлер пусть и хорош, но лучше дождаться показа более полноценного. Деньги в современной игровой индустрии заметны сразу. Вот смотришь на игру и понимаешь, что у разработчиков денег немного. Таких примеров масса. Goalum, Pioner, ремейк готики. И вот в этом ряду пополнения. Neo Berlin 2087. Игра от немецких разработчиков. Трейлер, который повергает в какой-то ступор. Когда показывают статичные локации, всё кажется нормальным, дорогим и даже некстгеновым. Но как только в кадре появляются лица персонажей, сразу веет с 2010 годом. Как им это удалось? Удивляются люди в комментариях, и если честно тоже. Но ответ на самом деле простой. Сделать красивые локации на Unreal Engine 5 не так уж и сложно, если есть ассеты. Да и игра позиционирует себя как некстген. А значит там наниты, люмины и прочие вещи присутствуют. И вот это как раз таки даёт картинке дороговизну. Но когда в кадре люди, магия сыпется. Несмотря на характер-креаторы, метахьюманы, анимации лица через айфоны и прочее удешевление, и доступность технологий, это всё же всё равно вылет как-то дёшево, когда в неумелых руках. И это бросается в глаза куда сильнее, чем модельки окружения. Так называемый эффект зловещей долины. Человек очень хорошо отличает настоящие лица от поддельных. А то, что близко к настоящему, но ещё недостаточно, как раз таки вызывает этот эффект. Короче, эта игра вызвала вау-комментарии в сети, и комментарии смешные. Но вот сама игра какого-то вау-эффекта не вызвала. Но зато самая смешная шутка. Не терпится поиграть Бекон Хьюман Орден 1886, Киллзон Киберпанк 2087. И этот комментарий полностью описывает то, что происходит в кадре, и чем вдохновлялись авторы. Игра выйдет на ПК и на PlayStation 5 в следующем году. Паника среди киберспортсменов. Неужели им придётся переучиваться? И великолепные двух-трёхсерийные убийства с АВП с одного выстрела уйдут в историю. Суть в том, что в КС-ке всегда можно было прикончить пару противников одним чётким выстрелом с АВП. И это всегда вызывало вау-эффект. Как у тебя, так у твоих тиммейтов. Это не то чтобы редкость, но это в любом случае круто. Но Valve решила отобрать у нас этот эффект. Переделали систему пробития пуль. И теперь, например, с АВП можно замочить только одного вместо двух. Наглядный ролик на экране. Пока не ясно, это новые правила или это просто баг. Но сообщество уже негодует. Ведь зачем это сделано, понять крайне сложно. Пока ждём ответа от Valve. И надеемся, что старую систему вернут раньше, чем выйдет КС-2. Ведь изменения пока только там. Долгих 7 лет. Разработчики продолжали улучшать свою игру. А ведь могли забросить её, извиниться и начать делать вторую часть, как это принято сейчас. Но нет, No Man's Sky. Игра вышла отвратительной. Оптимизации никакой, лагала везде, где только можно. Отвратительный и пустой мир. Отсутствие мультиплеера и кооператива, которые как-никак обещали. Но зато миллион продаж на старте. Однако Шон Мюррей и команда не ушла в закат с деньгами. А на протяжении 7 лет допиливали игру. И выпустили уже 20 крупных и бесплатных обновлений. И они решили отметить это роликом. В котором показали свой тернистый путь очень кратко. При этом ни слова про отвратительный старт, но это тот случай, когда про негатив пора уже забыть. Ведь они работали 7 лет, чтобы просто воскресить свой проект. Хотя они могли просто разработать вторую часть. Но нет. И даже обновления им деньги не приносили, ведь они были бесплатные. Но самое крутое, это не прощальный ролик. Мол, мы улучшили игру как только могли, а теперь уходим. Нет. Они анонсировали следующее обновление. Пока без точно даты релиза. В общем, вот они. Извинения разработчиков здорового человека. Как-то Шон Мюррей, который на тот момент еще не отмыл свою репутацию, заявил, что извиняться бессмысленно. Лучше чинить игру. Я точно не помню, кого он критиковал. Может быть это был киберпанк. А может быть что-то другое. Но не суть важно. И тогда люди иронизировали над его словами. Сейчас же стало ясно, что он был прав. Лучшие извинения это исправление своих косяков. Но все-таки хотелось бы, чтобы студия пошла дальше и сделала новый проект. Но видимо только после обновления под названием Эхо. Которое выйдет пока неизвестно когда. Энтузиасты выросли и стали делать свои игры. Рано или поздно модмейкеры забрасывают моды. И уходит кто куда. И малой части из них удается сделать свою игровую студию. И наконец-таки делать то, чего они хотели. Хотя поначалу это может выглядеть как калька. Например, разработчики модов для сталкера сделали игру. Которая полностью копирует Флотаут 2. Это ёбогоночки. А не Фоллаут. И вот не так давно выходила игра, которая полностью копировала Resident Evil. Копировала настолько сильно, насколько только можно. Называлась их игра Dimer 1998. И на удивление она выстрелила. Это конечно же не Vampire Survival или же не Майнкрафт. Но для того, чтобы окупиться и заработать. Огромные продажи таким играм не нужны. И вот разработчики представляют приквел. Dimer 1994. Sand Castle. И если вы любите Resident Evil и подобные ему игры, то стоит присмотреться. Понятно, что чего-то ошеломительного ждать не стоит. Денег у разработчиков пусть и стало больше, но незначительно. Поэтому выглядит игра средне. Но почему бы и нет, как говорится. Релиз намечен на 30 августа. Ждём. А чтобы ждать было куда веселее и интереснее, рекомендую подписаться на наши социальные сети. Все ссылки в описании. Услышимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова